Боже! Остановите его, пожалуйста! Что это такое? Всем привет, ребят, с вами Костя, и сегодня мы с вами будем продолжать ловить читеров в CSGO. По двумя последними выпусками Патруля собралось более 7 тысяч лайков, за что я вам очень сильно благодарен. Я подумал, почему бы не рискнуть и не попросить вас 6 тысяч лайков? Ведь мы, в принципе, можем собрать такое количество лайков, так что почему бы и нет? Так что после того, как под этим видео собирается 6 тысяч лайков, я сажусь сделать следующий выпуск, так что ставьте ваши пальцы вверх и поехали! Тебе не нужно много скинов, чтобы стать победителем. Разбогатей быстро на ksgofast.com Ссылка в описании Загружается первая демка, карта ДДАС-2, засаспект у нас сыграет за сторону КТ, счет 9-4, личный счет засаспекта 18 на 5, очередной засаспект с ножом. Зарепортили его за дело, либо же просто так, мы узнаем чуть позже. Вырывается верхнюю темку под флешку, забирает одного типа, откидывает хаешку, откидывает еще одну флешку, решает идти пушить дальше, но тут его останавливает еще один противник, но он его в итоге забирает. Ситуация 5-2, уже 5-1, последний террорист вместе с бомбой находится на Титанике, и делов он в этом раунде скорее всего никаких не наделает. Выходит наш подозреваемый, разменивает своего тиммейта, и счет у нас становится 10-4. Смотря на то, что этот товарищ делал в первом раунде, мне кажется, вряд ли тут есть какой-то софт, и его, опять же, непонятно за что зарепортили. Но демк у нас не кончился, возможно еще будет какой-то жесткий экшен от этого засаспекта. Ну а пока засаспект выходит под флешечку на лонг, смотрит коробку, в коробке есть один тип, засаспект спреет и забирает первого своего противника в этом раунде. Тем временем терра проходит к пленту А, забрали там тиммейта засаспекта, ситуация 3-3, у одного терра есть АВП, и тут уже будет довольно-таки геморройно выбивать плента. Но хрен его знает, возможно засаспект сейчас подрубит какой-нибудь салентаим и просто на изи раскатает всю движуху террористов. Нет, он просто выходит с шарта, зажимает двух типов скалаша и последнего добивает пистолетом. Изи! 11-4-16 раунд, произошла смена сторон, по стрельбе у него нормально, выха у него вроде как нету, банихоп он вроде как тоже не юзает, по карте не летает со спидхаком, не бегает, пока что тут все чисто. Засаспект у нас идет на зик, один ктшник поджал нижнюю темку, и еще один ктшник в спине у засаспекта. Четкий разворот на 180 градусов, заберет или нет? Ваши ставки, дамы и господа, да или нет, да или нет? О боже мой, какие батальни, настоящий багдад, и он режет этого типа. Окей. 12-4-17 раунд, за саспект, спались, я же знаю, тебя же не просто так зарепортили, ты, по-любому у тебя есть аим, по-любому у тебя есть выха. Вот вышел ты почетненькую флешечку на лонг вместе со своим тиммейтом, забрал типа. Правда, почему он не чекал яму, это довольно-таки странновато, но, но возможно эту яму чекал его тиммейт, вдруг они там в скайпе сидят, типа он такой, эй парень, чекни яму, эй парень, окей. Т, тимплей. 18 раунд, счет 13-4, и это изи катка для за саспекта и его тиммейтов, за саспект под флешечку выходит на плент B, замечает ктшника, который спрыгнул на плент, боже, да попади ты по нему, ну ради бога, за саспект, у тебя же нож, молодец, отлично. Откидывает смог в двери и уходит в верхнюю темку, а в верхнюю темку как раз идет один ктшник, за саспект его замечает и решает уйти, не рисковать, видимо. Откидывает просто какую-то божественную флешку, сам себя ослепил и как не забрал его в этом моменте ктшник, для меня остается загадкой. 19 раунд, счет 14-4, за саспект опять же под флешечку вырывается на плент B, начекал одного типа, начекал второго, нихреново ему на B зарядили валенком по лицу, оставили всего лишь 14 кп. Как его тип в темке не заметил? Ситуация 4 в 4, по хп у террористов беда. Тиммейт за саспекта забрал еще одного типа, но в итоге погибает, а за саспект тем временем как шпион, самый настоящий, вышел под флешечку на B, установил бомбу. Есть инфа тиммейта за саспекта, то что на пленте A было как минимум 2 игрока, за саспект замечает этих двух товарищей, зажимает. Боже. Никогда не вставайте за своими тиммейтами, чуваки, никогда. А то найдется вот такой за саспект и зажмет вас в одну линию. Остается у последнего ктшника, у которого 100 кп, есть калаш, второй армор, гранаты, а у за саспекта всего лишь одна хаешка, второй армор и 14 кп. Но позиция вроде нормальная, не хреново попадает по своему противнику, оставляет ему всего лишь 18 кп и не забирает. Вот еще бы один патрон и был бы просто изи. 20 раунд, что 14-5 за саспект, у нас опять же играет с калашом, у него в команде 3 авика. Вот это жестко я вам хочу сказать. Выходит на мисс с нижней темки, откидывает божественную флешку. Еще одну, да. Что-то по флешкам у нас сегодня не то, да, чувак? Выходит на мисс, чекает кт, там никого нет, чекает двери, чекает коробки, чекает окно. Замечает ктшник, который вышел из-за двери и забирает его. Выходит на плент Б, дает тиммейтам инфу, типа, чуваки, плент Б свободен, я тут уже полчаса отдыхаю, а вы там где-то на А ходите. Но все равно его тиммейт открывает плент А, там же ставится бомба, ставится последний ктшник на зиге, у которого есть калаш, второй армор. Он забирает тиммейта за саспекта, ситуация 1 в 3, но тут 2 вп плюс за саспект, калаш, вряд ли что он может сделать. И да, просто спотыкается, выходя с шарта на плент А и падает. 21 раунд, счет 15-5, за саспект откидывает флешку на лонг, не дожидается, пока эта флешка взорвется, выходит и просто-напросто слепнет. Ой, простите, это его тиммейты флешку откинули. А нахер ты по тиммейтам стрелять, чувак? Проходит ребяток плент А, который полностью свободен, так же как и плент Б, потому что 3 последних ктшника находятся в нижней темке, точно там же, где и находится бомба, которая нужна террористам для выигрыша этого раунда. Выходит первый ктшник на мид, не зная на что он надеялся, за саспект его забирает, начинает стрелять по тиммейту, убивает его, что за дела? Видимо, за это этого товарища из-за репортили, выходит из-за двери и зажимает двух последних ктшников в одну линию. Приговор патруля. Помощи в прицеливании не было, помощи в обнаружении тоже не было, другие вспомогательные средства тоже не было. И последнее неподобающее поведение было нехер стрелять по тиммейтам. Я понимаю, они флешку тебе кривую откинули, но можно просто обойтись обычным высказыванием, мол, у тебя руки кривые. А убивать своего тиммейта из-за того, что он случайно попал по тебе, когда ты перестреливался с ктшником, то есть твой тиммейт помогал тебе забрать этого ктшника, это вообще какой-то бред. Опубликовываем вердикт и переходим к следующей демке. Поехали. Загружается вторая демка, карта опять же ДДАС-2. Счет сегодня слишком много ДДАС-2 на квадратный метр. Наш же саспект играет за сторону атаки, счет 1-0 в их пользу. Второй раунд, МС справа. Поехали. Рука блудца, Нина. И прямо сразу с начала демки подозрение на Банихоп. Как-то странно он распрыгивается. Выходит на лонг, прицел в пол, вообще ничего не чекает. Это как-то странновато. Замечаете, паз забирает его выстрелом в голову. Что про... Чего, чувак, братан? Плэн чекать не надо, яму чекать не надо, рекламу чекать не надо. Ты серьезно? Делает минус 3 в этом раунде и все эти минус 3 были абсолютно в голову. Окей. После первого раунда сразу подозрение на Банихоп, ВХ и АИМ. 2-0, третий раунд, МС справа. В этом раунде наш подозреваемый купил Негев и движется на плент Б, на котором находится 4 КТшника. Боже. Остановите его, пожалуйста, что это такое? Охереть. Охереть. What the fuck? Остается последний КТшник, он идет на Мидзе, Саспект навелся через стеночку и забрал его выстрелом в голову при помощи своего АИМ-бота. АИМ-бот, Волхак, Банихоп. Вау! Тут мы немножко замедлим демку и посмотрим, как работает его АИМ-бот. Что-то как-то он херово работает, если честно. Просто посмотрите, как летят его патроны Снегева. Все практически в одну точку. Мне бы так научиться, конечно. Забирает двоих типов на пленте А, и это изи катка для Засаспекта и его тиммейтов. А вы что думали? В сказку что ли попали? Пятый раунд. Засаспект покупает Скар и сейчас будет у кого же его погореть. Правильно, у КТшников, потому что этот дебил начинает простреливать своих противников через дверь. Без инфы, без... Это жопа. Хотя погодите, возможно, это старец Фура, которого буквально пару недель назад открыл шестое чувство. Он пошел нагибать своих противников в контрстраке, простреливая их через дверь. Фура не любит проигрывать. Теперь мне даже Тина Канделаки позавидует. При помощи Бенни Хопа еле как догоняет своего противника и забирает его выстрелом в голову. Замечательно, давайте ему похлопаем, а потом пошлем его. Нахуй! 5-0 счет, шестой раунд. Засаспект у нас идет в верхнюю темпку. Забирает без каких-либо проблем двух КТшников на пленте Б. Плент Б свободен. Два последних живых КТшника находятся около коробки. Засаспект уже просканировал там все через стеночки и знает, кто где находится. И на этом моменте он вылетает из игры. Что, простите? А нет, вот оно, великое пришествие! Долбанку на землю. Он вернулся. Тем временем, пока наш подозреваемый где-то там был, не знаю, куда он правда вылетал. Как бы зачем, братан? Не вылетайте, ребят. Вы вот так вылетите, потом обратно не залетите и все. И будете вот так вылетать и вылетать. А потом не залетите и не залетите. Будете вылетать. Да. Всем привет, меня зовут Костя. Выходит на лонг. Минус один. Минус два. Минус три. Боже. Осмелюсь предположить, что тут играют какие-то невысокие ранги. К примеру, какая-нибудь голд новая или же сильверы. У самого Засаспекта всю игру прицел в пол. И забирает он своих противников только при помощи своего волхака и аима. Выходит на лонг. Минус один. Минус два. Будет ли минус три и а минус четыре? Будет? Нет, это там декой валяется. Так что ограничимся только тремя минусами. Молодец. Отлично. Правда у него какой-то хреноватенький. А им пули не сразу в голову летят. После безупречных трех киллов около коробки. Наш ненасытный Засаспект хочет еще пожрать. И заверяет еще одного типа на пленте. А последний КТшник с Юспом на пленте Б. Против тиммейта Засаспекта. С установленной бомбой. Ничего не делает и просто подыхает. И на этом у нас заканчивается демка. Переговор по турле. Всем встать. Суд идет. Сука, больно. Верховным судом планеты Нибиру выносится обвинительный вердикт. Признает Засаспекта виновным по таким статьям. Кража салфеток из туалетов. Расчленение упаковки с чипсами. И насилие над половой тряпкой, которую зовут Марина. Вердикт окончательный и обжалованию не подлежит. Опубликовываем вердикт и я надеюсь, что этот тип навсегда забудет о такой игре, как Counter-Strike. Очень сильно на это надеюсь. Ставь лайк, если тебе понравилось это видео. И подписывайся на канал, если ты еще новенький и не подписан. Я слежу за тобой. Также не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте. Все полезные ссылки есть в описании. Еще ты можешь посмотреть мои прошлые видео, кликнув по одной из аннотаций на твоем экране. А на этом я с вами всеми прощаюсь. С вами был Костя. Увидимся совсем скоро. Пока. У которого буквально пару недель назад открыл шестое чувство. Он пошел играть в Counter-Strike, дабы нагибать своих противников, прострелами через дверь. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля